Бразильский нападающий Горинча считается лучшим правым крайним нападающим в истории футбола. В Бразилии Горинча считается вторым игроком в истории национального футбола после Пеле. Популярность Горинчи была даже больше, чем у Пеле. Но умер футболист в нищете, так и не справившись с приобретенными в детстве пагубными привычками. Родился Горинча рядом с бразильским городом Маже 28 октября 1933 года. Настоящее имя Горинчи – Мануэль. У отца футболиста индейские корни, а у матери – африканские. Спортмен появился на свет с врожденными болезнями. Одна нога короче другой на 6 сантиметров. При этом обе вывернуты в разные стороны. А еще косоглазие и искривление позвоночника. За маленький рост и беззаботное поведение мальчик получил кличку Горинча. Это название птицы крапивника. В школе он закончил 4 класса. А потом помогал семье, продавая на рынке фрукты. Как и его отец, с 10 лет выпивал и курил. С детских лет Горинча играл в футбол. Но к профессиональной карьере не стремился. В 14 лет он стал выступать на любительском уровне. За команду в текстильной фабрике, где работал помощником прядильщика. Юного футболиста звали на просмотр. Но врачи были недовольны состоянием ног подростка. Случайно юношу увидел футболист Батафаго Аратий. Он сам приобрел в будущей звезде форму и позвал его на просмотр. Где Горинча феноменально три раза обыграл защитника сборной Нилтона Сантоса. Одним и тем же финтом. После этого Горинча подписал первый профессиональный контракт. В Батафаго прошла практически вся профессиональная клубная карьера Горинча. Мануэль дебютировал в команде летом 1953 года. Забив три мяча. Первый с пенальти. За 12 лет с Батафаго он трижды стал чемпионом страны. Провел 581 игру и 232 раза поразил ворота. За сборную Бразилии Горинча впервые сыграл в 1955 году. Выступал за сборную 11 лет. Дважды был чемпионом мира 1958 и 1962 годов. Когда на игру вместе выходили Горинча и Пеле, Бразилия не уступала ни разу. На протяжении карьеры Горинчу обвиняли в главном недостатке – слишком частом использовании дриблинга. У него отмечали отсутствие дисциплины и тактики, периоды алкоголизма и лишний вес. Несмотря на это, в важные матчи бразильский футболист выходил собранным и серьезным. Победу на чемпионате мира 1962 года Горинча принес Бразилии фактически в одиночку, сводя противников с ума своей игрой, и заслуженно получил титул лучшего футболиста турнира. Горинча был небольшого роста. Обе его широко расставленные ноги были наклонены влево. Успеха с ним в сборной и клубах добивались тренеры, которые давали волю его импровизацией и индивидуальным игровым качествам. Техника Горинчи была основана на природном даре, а не на постоянных тренировках, по мнению некоторых техника Горинчи являлась квинтэссенцией бразильского футбола. Игру Горинчи часто сравнивали с театральным представлением. Даже на фоне его партнеров по сборной Бразилии, его называли гением, радостью народа и чаплином футбола. Известен случай, когда в игре с Батафага Горинча упустил мяч за пределы поля, но судья позволил продолжить игру, так как хотел увидеть продолжение маневра. В 1963 году за Горинчу боролись итальянские Ювентус, Милан и Интер. Но у футболиста появились проблемы с коленями. Чемпионат мира 1966 года окончился провалом для лидера и сборной. Однако, несмотря на плохое физическое состояние, он продолжил домашнюю карьеру, испытывая серьезный недостаток в средствах для поддержания семьи, а также в алкоголе. Футболист перешел в Каринтианс. Владельцы клуба надеялись вернуть на трибуну болельщиков громким именем спортсмена. В итоге Горинча сыграл за команду только 13 игр. Качество его выступлений не соответствовало уровню зарплаты, и другие футболисты бойкотировали ветерана. За то, что футболист самовольно оставил команду, он был дисквалифицирован на год. После годичного перерыва игрок попытался попасть в Васко де Гамо и Флумененсе, но его имя уже не сработало. На поле он выглядел бледной тенью самого себя. Горинча не успокоился, уезжал в Боливию, Колумбию, Ругвай и Аргентину, стараясь получить любые возможные средства за каждый сыгранный матч. В дальнейшем биографии игрока – только любительские выступления. В 1969 году Горинча отправился в Европу, где играл за команды вузов и заводов. В 1971 году он приехал домой и продержался на поле еще 10 лет, иногда выходя на показательных матчах за фабричные и сельские команды. А после игр коротал время за алкоголем. Последней зафиксированной игрой спортсмена стал матч 25 декабря 1982 года. Официальный же прощальный матч Горинчи был организован в 1973 году. Он прошел на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро, где встретились команды Бразилии и сборная мира. Горинчи отыграл 45 минут, Бразилия победила, и все сборы передали бразильцу на оплату алиментов и долгов. Успех Горинчи на футбольном поле резко контрастировал с личной жизнью. От первой жены у спортсмена было 9 дочерей. Горинчи – известный поклонник женщин. Бразильская пресса была переполнена его фото с новыми спутницами. Известно, что у него по меньшей мере 14 детей. Два его сына погибли в автокатастрофах. Сам Горинчи тоже неоднократно попадал в аварии. А в 1969 году вождение в нетрезвом виде стало причиной смерти его тещи. Спортсмен отделался условным приговором и депрессией, во время которой попытался отравиться угарным газом. За 1982 год Горинчу 8 раз госпитализировали. Он был разорен и физически, и морально. Скончался футболист в 49 лет. 20 января 1983 года. Причиной смерти стали цирроз печени и алкогольная кома. Три дня перед смертью бывший спортсмен пил с утра до вечера. Но в памяти народа был еще жив образ великого футболиста. Похороны привлекли миллионы поклонников его таланта. За гробом до родного города Маже прошли свыше 300 тысяч поклонников футбола, заполнив дорогу на расстоянии 70 километров. Его надгробная надпись гласила «Здесь покоится с миром тот, кто был радостью народа». Также стоит отметить, что Горинча стал первым игроком, применившим в Бразилии принцип фэйрплей – честная игра. В одном из матчей 1961 года он выбил мяч за кромку поля, чтобы дать врачам помочь травмированному футболисту из команды соперников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова